Двенадцатый год, когда я еще параллельно тащил и то, и другое, все, потом завезу. Индигирка. Индигирка, наверное, одна из моих самых любимых рек. Да, самая любимая, я скажу. Но Валенек вот как первая любовь, а эта уже потом такая зрелая. Индигирку я знаю практически от Верховья до Устья. И самые, конечно, красивые места, это там, где Индигирка пересекает Кребетчевского. Вот видите складки какие. Когда геологи видят фотографию, они пищат от вашего сторона всегда. И вот одной из моих любимых мест на Индигирке, это устье реки Чебоголах. Вы помните, там я в Кребетчевском на лошадях находил. Мы были в истоках этой реки, а теперь это устье. Отсюда хорошо виден порожный Кребет, который тоже в систему Чебского входит. Очень красивый мест, одно из моих любимых. Там же. А это выше, это рядом с Усть Нерой. Там, где Колымская трасса пересекает реку Индигирку. Здесь, ну практически рядом с поселком, очень интересное место. Это так называемые кигеляги. Это вот такие останцы, образования такие скальные, гранитные. Их очень много в Якутии. И об одном объекте я вам в конце расскажу. Это вообще потрясно. Вот. Здесь мы тоже, конечно, поднялись, мы снимали. Кигелях — это... Слово Кигей — это человек. Человекоподобный, действительно. Ну это тоже вот в самом... Уже на выходе из гор Хребточерского. Туда чуть дальше будет много Селинянская петловина. Уже практически такая межгорная. И вот эта фотография уже... Те были тогда, когда я еще работал с издательством. А это уже другой период жизни, когда я начал организовать фототуры. И вот это вот как раз с одного фототура уже, по-моему... Прошлый год, да. Мы приехали на Интигирку в июне. И были очень сильно рады тем, что весна задержалась. И на Интигирке еще был лед. Это очень украсило нашу съемку. И там уже порадовали даманы. Вот Андрей Грачев со мной был там. В прошлом году на Грозда на Россию. Несколько фотографий именно с этой экспедиции были на Грозда на Россию от него. Ну и мои тоже. Момжский хребет, он там с севера от Крептачевского, основанного Селеднярской котловины. Совершенно дикие горы. Конечно, туда никакие фотографии не ходят. Вот. Ну, мне вот посчастливилось побывать с ребятами из Момжского природного парка. На лошадях напутать. Вот такой там и безумный такой рельеф. А если пересечь Момжский хребет и выйти чуть дальше уже в межгорную половину между Момжским хребтом и Малазейским плоскогорием, там водораздел в таких двух рек, как Ожогино и Бладярика. Такое болотистое, озеристое место. Это, там называется, ресурсный резерват на селях. Там не только фотографии, там и люди-то вообще один раз, может быть, там за несколько лет появляются и все. Вот. И лоси там вообще совершенно не пуганные. Нужно мимо ногти попуть и прямо в упор расследовать. Море лавтер. Это вот как раз на экспедиции, наверное, два раз на батон. Там воралии мы ходили там. Здесь я вам покажу зверушек, раз уж у вас золотая шрифаха. Там с пейзажами не так хорошо, но с зверушками очень хорошо. Вот. Я даже телевик купил под эту экспедицию. Вот, без слов. Красотка, интересно. Вот на этой штуке мы там два месяца путешествовали. Ну, давайте немножко из других, из далеких краев уйдем. Придем в такие, которые поближе до Кавказ. Небольшую серию Кавказ. Но я вам могу сказать, что в плане пизарной фотографии Кавказ тоже еще не открыт. И мы сейчас плотно этим занимаемся вопросом. Вот в Северной Осетии в том числе зацепили. Это природный парк Алания в Дегории. Это Дегория, часть Северной Осетии. Очень интересные места. А Ингушетия, ну, сами понимаете, был период, когда туда вообще было не сунуться, а сейчас можно и нужно. И для нас это тоже было откровением. Два года назад мы туда приехали, попали в заповедник Гырзи, увидели вот эту красоту и все. Вот, и показали. И теперь тоже туда стали подобных появляться. Очень красивые места. Дагестан, естественно. Вот это вот уже попсовое место. Это Салтинский водопад, так называемый. Водопадом вы тут не видите, потому что воды нет. Но иногда ее дают, когда она здесь с водопадом падает. Вот. А в октябре этого года мы все-таки сделали такую исследовательскую экспедицию. Отошли от попсовых мест и поехали в высокогорный Дагестан. И вот там кое-что наснимали интересное. Нашли новые локации. Будем туда фототуру проводить. И, наверное, по нашим цветам тоже туда войдут другие фотографии. Вот, пару фотографий я вам показываю. Я буду. Ну, Карачаева-Черкесия, Плата-Бермамыд. Это уже, вот это уже известное место. Все оттуда снимают Эль Брус. Вот он там своими двумя головами. Ергань. Вот это уже тоже пример такого места раскрученного, куда фотографы уже идут топами. Но туда не так просто. Вот в центр попасть не так просто. Там два перевала, через которые надо перелезть их. И уже тоже не для всех. Вот это самое такое популярное место пользователей художников, которые все снимают. Я просто для примера рассказать, что вообще, какая ситуация в пейзажной фотографии, именно в плане сочетания с географией. Вот. есть места уже раскрученные, но все равно я вам показываю те, которые практически неизвестны. Полярный Урал. Полярный Урал я сначала рассматривал только как пейзажный объект. и начал туда ездить. Но теперь я понял, что пейзажи там, да, хорошо, но это не главное. Главное там немцы, оленеводы. И теперь я туда езжу снимать оленеводов, быт и вожу туда людей именно за этим же. Вот несколько кадров. Я там уже, не знаю, раз пять, наверное. Вот сейчас в феврале собираюсь вести группу. Конечно, там вот осень была, я вам показал, это красивое время. Но зима с сияниями, там с оленеводами, туда оленеводы приходят в это время. Летом они на море, ближе к морю. Это все в сочетании очень-очень красиво, очень интересно. Вот участница одного моего тура, вот практически с такой же фотографией, она победила фестиваля. Ну, в общем, победила с этой фотографией. Ну, Байкал тоже, это уже неизбежно для ольхового фотографа, но все едут туда зимой на Ольховом. А это снято в Тивыркуском заливе в осенью. Таганай – это тоже локация довольно известная, довольно восточная, но и очень интересная. Вот, кстати, в декабре тогда везем людей, если кто хочет, нужно, чтобы посидится. Ладно, мы ждем ситуацию с погодой до декабря и так далее, если там все хорошо. Сейчас там пока все хорошо. Главное, чтобы не растаяло. Если все хорошо будет до декабря, то это невозможно. Там именно интересно вот это состояние, когда кожа, как так называемая шуба, вот эта снежная нарастает. Синэ. Ну, ее по-русски называют река Синэ, это приток Лены. Если вы побываете на Синэ и увидите столбы Синские, то после них Ленские столбы вам окажутся уже чем-то таким малоинтересным объектом. Но они менее известны по отношению к Ленским столбам. Причем в одном и том же путешествии можно сплавиться по Синее, снять вот это все и попасть на Ленские столбы. Это все там легко в одном маршруте связывается. Что мы, в общем-то, и сделали. Ну, и самый главный, самый интересный для меня объект, о котором я хочу рассказать. На этом, в общем-то, мы и закончим. Вот. Улахан Сиш. Вот это не Улахан Сиш. И это не моя фотография. Вот даже сейчас вот эти три покажу. Вот это белое пятно. Это, так называемые, Судрунские кикуры. Эти три фотографии, они принадлежат Александру Кривошанкину, биологу из Якутска. Он их сделал, когда совершал облет территории между Индигиркой и Алазеей. Это совсем далеко на севере. В труднодоступном месте. На продолжение кряжевого хансис, который называется Суору Куиатан. Но тут без слов. Вы видите, насколько удивительный ландшафт. Туда просто необходимо провести экспедицию. Никто этого еще не делал. Я много лет подбираюсь к этому объекту. Пока я еще не нашел решение. Если среди вас есть состоятельные люди и вы хотите там побывать, вперед. Вертолет миллион восемьсот подобрал. Но, подбираясь к этому объекту, я нечаянно наткнулся на другой. Совершенно не хуже. В моих попытках как-то туда залезть, я собирал информацию и вдруг, разглядывая карты, обнаружил, что 150-200 км к юго-замуду от этого объекта вполне может быть аналогичным. Это было в 2016 году. И я туда организовал экспедицию. Ну, экспедицию, грубо говоря, сказано. Со мной был всего один человек. Нам пришлось 600 квадратов плыть по Нигирке, чтобы доплыть до определенного места. И, да, надо вот что сказать. Дело в том, что тот, вот этот объект, он действительно труднодоступный от всего далеко. Туда только вертолетом. Ну, или снегокозу это может зимой. Вот. А тот, который я предполагал, что может быть, он всего лишь в 30 км от Нигирки. То есть, если проплыть по Нигирке до определенного места, то 30 км пешком дойти можно. Вот. Что, в общем-то, мы и сделали в 2016 году. Мы проплыли 600 км, пошли пешком. То есть, ну, типа того, что пойти туда не знаю куда, найти то не знаю что. Ни одной фотографии, нигде я ничего не нашел, вообще никаких сведений о том, что там может быть вообще. Я только лишь видел на карте треугольнички, которые означают, что там могут быть образования останцового типа. Ну, вот похоже на это. И руководством с этими предположениями мы туда отправились и обнаружили нечто. Вот. Это мой напарник. Ну, собственно говоря, я сейчас просто полистаю. Там у меня уже было несколько экспедиций. Вот удивительно, это действительно ландшафт мирового уровня, и о нем никто не знал. Ну, местные жители некоторые, некоторые только лишь знали, конечно, но не придавали этому значению. Вот и геологи там когда-то работали. Ну, тоже у них своя работа была. Тем более он был 70-80 лет. А сейчас у нас в другое время, сейчас у нас действительно такой фотографический бум. Пейзажные фотографии, природные и так далее. И вот такой объект, он был вне, вне вообще досягаемости, вне интересов и так далее. И теперь он за эти два года, я успел провести туда несколько экспедиций. Вот это была вот эта вот местная фотография 2016 года. Там очень-очень много таких образований, которые концентрируются определенными такими комплексами. Мне пришлось все это структурировать, нарисовать схему, дать название. Я давал им название городов. Вот это, например, у меня Байконур, это Гагарин стоит. Ага. Вот это тоже следующее года экспедиция 2017 в августе. Есть там один объект такой, где останцы стоят по отдельности. Немножко похоже на майн-пункт-кунеры, поэтому вот это, пожалуй, мы майн-пункт-кунерами. Ну вот видите сами, насколько удивительный шаг. Вот это тоже было на первознаме России. И в прошлом году я совершил туда экспедицию уже в зимнее время, чтобы снять это с северными сияниями. Правда, мы немножко побоялись холодов и поехали в начале апреля, поэтому небо уже было слишком светлое. И теперь я планирую экспедицию в марте 2019 года. Пока только один желающий. Дорого, сурово, но это круто. Вот это тоже. Для мейзажных фотографий это просто убойный объект. По материалам этих экспедиций в сентябрьском номере нашей биографии была моя публикация. В юбилейном, кстати, номере, где были только российские материалы. Это я назвал Гауди Аббийского лууса. А летом 2018 года я туда привел группу Red Bull. Группа скалолазов с мировыми именами и их съемочную группу. Сейчас они пока только такой небольшой ролик опубликовали в интернете. Если вы его увидите, то меня танцуют. Это была очень интересная экспедиция. Мне понравилось работать с этими ребятами. Надо сказать, что в 2016 году, когда я впервые опубликовал фотографии в своем журнале, резонанс был довольно серьезный и только именно в среде фотографов, а вот именно как раз и в среде скалолазов. Вот во что это вылилось в итоге все-таки. Группа была... Там были не только профессиональные скалолазы, но и очень крутые ребята, те, кто снимал. Два оператора из США. Скалолазы. Австриец, немец и наша русская девушка. Которая из них преимущественно была. И вслед за группой этих скалолазов я принял еще и нашу группу. Но уже до конца. Ну, собственно, я уложился, я вам показал все фотографии. Какие, какие накидал. Вот. И если есть вопросы, то ответить на них. Да, вопросов будет масса. Друзья, кстати, те, кто хотят задать вопросы, могут смело поднимать руку. Так, если я вас запомнил. Но, воспользуясь правой рукой, человек, у которого микрофон, я задал вопрос самым первым. А скажите, пожалуйста, Сергей, а вот вы проводите экспедиции, да? Вы называете это экспедиции? Я называю экспедиции, потому что футатурный язык не поворачивается назад, потому что я обычно веду туда, где никакой логистики нет. Все на полу, на рисках, на рисках все. А вы не боитесь вот то, что пойдет поток туда, и зато что-то испортят, и пропадет вот эта красота, собственно говоря, первозданности? Боюсь, но это непросто сделать, потому что это труднодоступно, дорого, и ничего там не отлажено, и не скоро отладится. Понял, спасибо. Передаю микрофон, прошу. Скажите, пожалуйста, а вот контакты ваши можно посмотреть где-нибудь, чтобы с вами связаться? Нет, вы просто в поисковике напейте Сергей Карпухин, путешественник и фотограф. Вам выберется очень вкусная формулация. Друзья, кто еще хочет спросить, поднимайте руки, потому что место действительно очень забавное, очень интересное, а добраться куда сложно, как я понимаю. Да, логистика везде очень сложная. Кто-то хочет спросить, потому что что-то руки я так не думаю. О, сейчас вы следующий. Сколько по времени у вас в среднем длится вот такая вот экспедиция? Ну, если вы имеете в виду то, что я организую для людей, то я стараюсь адаптировать и укладываться в реальные сроки, скажем, вот, например, зимой, что я планирую, в две недели вы от вас выйду в Москву и уложите. Потому что я понимаю, что у людей работа и так далее. Вот, когда я ходил как волк-одиночка, то я мог себе позволить на два-три месяца. Я понимаю, что люди это не могут себе позволить, поэтому я все адаптирую. Также я адаптирую вот людей и условия. Я не предлагаю тех экстремальных условий, которые я себе мог позволить тоже вот в своих одиночных участках. Окей, спасибо. Следующий вопрос. Сергей, здравствуйте. Хотелось бы узнать, что за сумма, сколько это стоит и летом, когда это проходит. И последний вопрос – это образование этих основцов природы. Как это получилось? Ну, летом я не планирую в этом году, в общем, в дилетации. Но если вы хотите именно летом, ну, это лето, во-первых. Это малоинтересно с фотографической точки зрения, с туристической точки зрения. Тут, пожалуйста. Если вы хотите, в августе вы пойдете. Я своим партнерам вас отдам. Я просто сам не хочу летом. А зимой это будет очень дорого. Туда только перелеты где-то под сотню вылезут. Ну, и самоучастие в том, что там придется нанимать с мегахолды и так далее 150. Да, в общем, это понятно не для всех. Это не для всех, даже не только с финансовой точки зрения. Вот эта экспедиция туда зимняя – это только для тех, кто вообще понимает, о чем речь, понимает адекватно, понимает вообще, какие условия. Там может быть и полтинник выскочил. А расскажите поподробнее вообще про условия, как это все проходит. А потом, я помню, еще был вопрос про происхождение станцов. Сначала вот тогда поподробнее, что это такое вообще? Ну, если зимняя, то это… Надо долететь до Якутска, потом долететь с Якутска в Белую гору, где мы будем работать, естественно, в связке с местными жителями. Без этого вообще никак. Как с людьми, которые охотятся на этих территориях. Там зимой мало того, что интересна съемка с… То, что там есть северные сияния. Интересно. Куржак вот этот, шуба вот снежная. Кроме этого, олени еще. В марте будут олени. Дигие. Популяция Сан-Трунская. Вот на них и охотятся наши сопровождающие. С ними мы… Там у них есть база в 20-ти километрах от этих останцов. Но работать оттуда будет сложно. Поэтому надо будет поставить базу вот в останцах. Это палатка с печкой, генератор, все это будет. Вот. Но нужно все равно словиться. Вот. По поводу образования так и… Но мне часто приходится бороться с людьми, которые отвергают накопленные знания человечества. Вот. Они упорно хотят их признать искусством. Угу. И это точно. И ты, состанавливаешь. Угу. Угу. Продолжение следует...